Страсбургский суд не нашел в деле Михаила Ходорковского политической подоплеки, но признал арест бизнесмена и его содержание под стражей незаконным. Теперь российские власти должны выплатить бывшему главе ЮКОСа почти 25 тысяч евро. Правда, из них почти 15 судебной издержки. Сам Ходорковский все деньги пообещал отдать на благотворительность и решение обжаловать не собирается. А вот государство еще подумает платить лишь штраф. За несколько минут до вердикта в Страсбурге стало известно, что прошение Ходорковского и Лебедева об условно-досрочном освобождении все же дошло до Преображенского суда Москвы. Рассмотрят его в течение двух-трех недель. Но все подробности у нашего обозревателя Владимира Борового. Володя. Дмитрий, Ольга, добрый вечер. И добрый вечер, телезрители. В заключении Страсбургского суда многие увидели вот эту фразу о том, что суд не признает арест Ходорковского политически мотивированным. И из-за этого некоторые даже посчитали жалобу проигранной. Но на самом деле все, конечно, не совсем так. Эта часть постановления появилась потому, что Европейский суд по правам человека с очень большой осторожностью рассматривает вопросы политической мотивировки. И признает ее только тогда, когда этому есть многочисленные и неоспоримые доказательства. Видимо, вот в данный момент их не хватило суду. Зато по всем остальным пунктам жалобы Михаила Ходорковского. А это бесчеловечные и унижающие достоинства условия пребывания в следственных изоляторах. Незаконность ареста и последующего содержания под стражей суд принял в сторону экс-главы ЮКОСа. Вот что сообщила нам Карина Москаленко, адвокат, который представляет интересы Михаила Ходорковского в Европейском суде по правам человека. Я сегодня уже выступала неоднократно и в суду, где только я могла, объясняла суть этого решения, по которому все действительно грубейшие нарушения прав человека, заявленные нами в жалобе, были признаны. Вы помните, да, что это пока только жалоба по мере пресечения и по его первому аресту и по следующему содержанию под стражей. Поначалу, конечно, каких-то ясных индикаций политической мотивированности могло не быть, но я думала, что это не последнее решение поделок в Тарковскую. И все вопросы могут быть подняты в других жалобах. Теперь у российской стороны есть три месяца, чтобы обжаловать решение Страсбургского суда. Верховный суд уже сообщил, что непременно на него отреагирует, как только получит официально полный текст. И обжаловать тоже будет, если для того найдутся основания. Ну а если этого не произойдет, то постановление вступит в законную силу. Другой важной новостью в деле Ходорковского стало то, что его ходатайство об условно-досрочном освобождении добралось до Преображенского суда Москвы. И теперь, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, у суда есть две недели, чтобы собрать нужных людей, ну и все рассмотреть. В самом Преображенском суде обещают решение по УДО принять, цитата, в разумный период времени. Ну и, кстати, несмотря на поданную просьбу об условно-досрочном освобождении, Михаил Ходорковский сообщил, что продолжит оспаривать свой приговор в Европейском суде по правам человека. И вот уже известно, что следующая жалоба будет посвящена праву экс-главы ЮКОСа на справедливый суд, которая, как он полагает, не была выполнена. Как раз Карина Москаленко сообщила, что практически все прения, все коммуникации по этой жалобе окончены и, собственно, рассмотреть ее суд может в любой момент. Спасибо, Володя. Владимир Боровой о том, почему Европейский суд по правам человека не нашел в первом деле ЮКОСа политических мотивов.